Докажите неравенство. Распишем среднюю часть двойного неравенства по формуле бинома Ньютона. Более подробно вспомнить формулу бинома Ньютона и ее доказательства вы сможете по ссылкам в описании к этому видео. Итак, средняя часть двойного неравенства 1 плюс 1 разделить на n в степени n по формуле бинома Ньютона будет иметь вид 1 плюс n разделить на 1 факториал умножить на 1 разделить на n плюс n умножить на n-1 разделить на 2 факториал и умножить на 1 деленное на n в квадрате плюс n умножить на n-1 умножить на n-2 разделить на 3 факториал и умножить на 1 деленное на n в кубе плюс и так далее плюс n умножить на n-1 умножить и так далее умножить на единицу разделить на n факториал и умножить на единицу деленное на n в степени n заметим что каждая слагаемая больше нуля и учитывая что первые два слагаемых в сумме дают число 2 то это значит что левая часть двойного неравенства доказана то есть да действительно вот это выражение у нас будет больше либо равно 2 то есть это получится 2 да плюс еще что то так и запишем больше либо равно 2 сразу можно заметить что вот знак равенства возникает из-за того что если n равно единице то у нас тогда в разложении будут только первые два слагаемых которые дают в сумме число 2 но если n больше единицы то у нас получается число больше 2 идем дальше а далее вот учитывая что здесь давайте сразу запишем первые сумме первые два слагаемых дают число 2 а вот каждая из оставшихся слагаемых мы перепишем следующем виде плюс единица разделить на 2 факториал мы перепишем и умножить теперь давайте делить n умножить на n минус 1 разделить на n в квадрате n разделим на n и n минус 1 тоже отдельно разделим на n тогда у нас получается n разделить на n это будет единица а n минус 1 разделить на n это будет у нас почленно делим у нас получится тогда единица минус 1 делить на n Плюс следующая слагаемая 1 разделить на 3 факториал отдельно записываем Делим также вот этот весь числитель на n в кубе То есть n делим на n, n-1 делим на n и n-2 также делим на n n разделить на n будет 1, мы не пишем Умножить на n-1 разделить на n Это будет 1-1 разделить на n Умножить на 1-2 разделить на n Это мы поделили n минус 2 на n. Минус 2 разделить на n. Плюс и так далее. Плюс и последнее. Единица разделить на n факториал. 1 минус 1 разделить на n. Умножить и так далее. Умножить. Последний сомножитель. Единица минус n минус 1 разделить на n. И далее мы можем заметить, что каждая скобка у нас будет меньше единицы. То есть вот эта каждая скобка меньше единицы. А это значит... Давайте здесь тоже запишем. Каждая скобка меньше единицы. А значит если мы заменим каждую из этих скобок на единицу, то мы получим большее число. То есть получается тогда знак меньше. И здесь у нас получается... 2 плюс 1 разделить на 2 факториал. Давайте так запишем. 2 факториал как 1 умножить на 2. Плюс 1 разделить на 3 факториал. Это 1 умножить на 2 умножить на 3. Плюс и так далее. Плюс единица разделить на 1 на 2 и так далее. Это у нас был n факториал. Меньше. И вот теперь каждый сомножитель в знаменателе, начиная с числа 3, мы заменим на меньшее число. То есть вот это все мы заменяем на число 2. То есть в результате мы тогда получим... 2 мы перепишем. Первая дробь тогда у нас остается без изменений. Плюс 1 вторая. Плюс вторая дробь, тогда у нас получается единица разделить на 2 в квадрате. Плюс и так далее. Плюс и последняя дробь у нас будет равна единица разделить на 2 в степени n-1. Вот для того, чтобы сейчас посчитать вот эту сумму, удобно добавить, дополнить ее до бесконечной геометрической прогрессии. Ну действительно, вот если мы сейчас... Давайте отдельно это запишем. То есть меньше. То есть если мы сейчас вот сюда прибавим... Мы заметили, что вот это у нас сумма бесконечной... Это сумма n членов геометрической прогрессии. n-1 членов, да. n-1 член геометрической прогрессии. Если мы добавим ее до бесконечной суммы, то от этого число увеличится. Значит знак мы вот этот вот меньше перепишем и добавляем эту прогрессию до бесконечности. То есть плюс 1 вторая, плюс 1 разделить на 2 в квадрате, плюс и так далее, плюс 1 разделить на 2 в степени n-1, плюс вот эти теперь добавляем положительные члены. 1 разделить на 2 в n, плюс и так далее до бесконечности. А для чего? Для того, чтобы нам удобно было посчитать вот эту сумму по готовой формуле. Тогда у нас в результате получается равно 2 плюс и вот здесь у нас к двойке прибавляется сумма бесконечной геометрической прогрессии. Первый член, который равен 1 вторая и знаменатель равен также 1 вторая. То есть в результате по готовой формуле мы тогда должны посчитать эту сумму следующим образом. 1 вторая умножить на дробь 1 разделить на 1 минус q. 1 минус 1 вторая. 1 минус 1 вторая, 1 вторая. Сокращаем, получается 1. То есть в результате получаем число 3. Итак, получилось у нас, что средняя часть неравенства меньше 3. 3 пишем. То есть окончательно мы получили, что 1 плюс 1 разделить на n в степени n больше либо равно 2. И при этом надо сказать, что равенство 2 будет в случае, если n равно 1, но меньше 3. Что и требовалось доказать. Кому доказательство понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok